Здравствуйте, с вами Евгения Наумова и сегодня мы говорим об уникальной разработке таганрогских ученых, медицинском аппарате Scanner, который популярен не только в России, но и за рубежом. Scanner – это профилактика и лечение простудных заболеваний, реабилитация после травм и переломов. Аппарат Scanner найдет источник любой боли и устранит ее. Бесконтактная доставка от производителя. 8 800 100 ровно 77 93. Звонок бесплатный. И на наши вопросы сегодня ответят заведующие кафедрой скорой медицинской помощи Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Викторович Тараканов, а также врач-педиатр, кандидат медицинских наук Юрий Игоревич Перфильев. Здравствуйте. Прообраз современного сканера появился еще в 70-е годы прошлого века. Расскажите, почему аппарат получил такое название и для каких целей он создавался? Таганровский райотехнический институт всегда был впереди по всяким разработкам. И в 70-х годах было создано два конструкторских бюро, которые занимались теми или иными разработками, конкретно под космические программы. Ну, как всегда, молодые, энергичные ученые сделали прибор. И когда начали исследовать друг на друге, поняли, что у них многие заболевания просто, ну, или проходят, или вообще не возникают. Прибор вначале назывался по-разному, но одно из названий было типа Кеннера. Ну, не понравилось это название, какое-то оно несерьезное. И московский профессор Нечушкин предложил другое название – Скенер – самоконтролируемый энергонероадаптивный регулятор. И после этого это название держится уже более 30 лет. Как этот аппарат воздействует на организм человека? Это выглядит примерно так. Техническое устройство генерирует импульсный ток, который очень близок к нашим спайковым процессам в нервной системе. Этот внешний сигнал надо приложить к организму. А наша кожа – это продолжение нашего мозга. Ну, так природа устроена. И все, что происходит там, отражается на коже. И, зная те или иные технологии, те или иные, скажем, зоны, точки, можно повлиять на ту или иную функцию. При каких заболеваниях может применяться этот аппарат? Две с половиной тысячи лет назад Гиппократ говорил – лечи больного с болезнями. А что западная медицина – лечи болезни в больном. По сути, мы возвращаемся к истокам. И поэтому нельзя сказать, какие болезни он лечит. Это очень многих отпугивает. Потому что 20, 30, 100 заболеваний прописано. Ну, сразу говорят, что это… Да, Юрий Ильич? Да, действительно, скеннер помогает восстановить, изменить то, что в организме нарушено. Независимо от того, какое заболевание у данного конкретного человека. Идеология скеннера – это восстановить здоровье, какое оно было до начала заболевания. Насколько аппарат эффективен? Можете привести примеры? Да, конечно. Вот один из первых таких эффективных результатов был много лет назад, когда меня попросили полечить женщину, страдающую ревматоидным артритом. Он продолжался у неё уже несколько месяцев, но это ещё не было переходом в хроническую фазу. У неё были поражены буквально все суставы, начиная от шейных и заканчивая на ногах. И вот работа с каждым суставом постепенно, после каждого сеанса, хоть небольшое, но улучшение отмечалось. И как детский врач я, конечно, не могу не сказать, что очень хорошие эффекты получаются именно у детей. То есть различные удары, синяки и даже переломы – это в значительной степени у детей, и мы видим очень хорошие результаты. Скенер может применяться как самостоятельная терапия, так и, безусловно, в комплексном лечении очень многих заболеваний. Например, нами было показано, что регенерация костной ткани после переломов происходит где-то на 25% быстрее, если в комплексном лечении был применён скенер. Как может применяться этот аппарат? Можно ли это делать дома или только под контролем врачей? Почти эти 40 лет скенер развивался от скенера к врачу, от врача к больному, а не наоборот. Поэтому любая ситуация, она должна быть всё-таки подконтрольна. Другое дело, когда, почитав инструкцию, включив прибор, человек может оказать себе посильную помощь, согласно инструкции, при некоторых состояниях, то это допустимо. В отличие от большинства лекарственных препаратов, у скенера практически нет противопоказаний. Есть относительные, то есть это искусственный водитель ритма, или психическое заболевание у человека, или лихорадящий больной при каком-то неизвестном заболевании, чтобы он не заразил доктора. А в принципе, особых противопоказаний нет. Скенер в той или иной степени поможет всегда, ну, вплоть до излечения системных заболеваний. Я скажу, что в комплексе с фармакотерапией, да, Юрий Горяч, можно сделать гораздо больше, чем в одиночку тем или другим. Скенер – это профилактика и лечение простудных заболеваний, реабилитация после травм и переломов. Аппарат-скенер найдёт источник любой боли и устранит её. Бесконтактная доставка от производителя. 8 800 100 ровно 77 93. Звонок бесплатный. Кстати, аппарат популярен не только в России, но и за рубежом. Как считаете, почему? Ну, наверное, потому, что он оказывает хороший лечебный эффект, прежде всего. Я помню, на одной из международных конференций в Лас-Вегасе руководитель нейрологической клиники говорил, «Скенер – это продолжение моей правой руки. Если, не дай бог, начнётся пожар, то вот он при мне всегда. И я знаю, что я смогу помочь людям». На самом деле, вот за эти годы в целом защищено более 10 докторских диссертаций, более 30 кандидатских. Последние несколько лет одна ещё в Испании, одна во Франции. У меня есть работы коллег с Южной Кореей, которые применяют «Скенер», которые его сравнивали с другими приборами такого типа и показали, что это более эффективно. У нас в университете было защищено 6 кандидатских диссертаций в этом направлении. И чтобы вот подчеркнуть ту мысль начальную, при каких заболеваниях, вот трудно нашим ортодоксальным врачам понять, что этот метод вненозологический. Да, мы должны знать диагноз, прогноз, куда будет развиваться заболевание, но мы можем при каждом заболевании добиться ещё чуть больше. Снять боль, снять отёк, снять симптомы, иногда оборвать заболевание. От нуля, от рождения до 101 года у нас есть опыт применения этого прибора при кожном зуде. Вот. Есть исследования, которые мы проводили совместно с 15 городами, где есть скорая помощь. Начиная от Петербурга, кончая Самарой. У нас есть база данных, где это можно применять в таких условиях. Другое дело, как это внедрить официально, чтобы это было в укладке. Это уже второй вопрос. И вот здесь я думаю, что даже если мы всё уйдём, в конце концов, всё равно прибор останется. Удивительно, что такой уникальный прибор, популярный не только в России, но и за рубежом, производят у нас, на Дону, в Таганроге. В России всегда были великие учёные, они не всегда оценивались по достоинству. И поэтому нет совершенно ничего удивительного в том, что Таганрогский когда-то радиотехнический университет, сейчас входящий в состав Южного федерального университета, выдвигал идеи, воплощал их, и в том числе в различных областях медицины, и создал не только скенер, а очень многие приборы медицинского назначения. Почему в других странах его широко применяют? У них некая другая модель медицины, и у них могут врачевать не только профессиональные медики. И я здесь ещё могу подчеркнуть, почему некое отторжение. Это физиотерапевтический прибор. Ну и пусть им занимаются физиотерапевты, да? А на самом деле в рамках своей специальности каждый врач им может пользоваться, решая те или иные задачи. Ну если бы у нас была возможность опросить врачей скорой помощи города Ростова-на-Дону, то не все его знают, и у половины есть приборы. Скенер – это, по нашему разумению, в 100% персонифицированный прибор, персонифицированная медицина. Здесь я и пациент, и больше никто. И между нами техническое средство, которое с умом применяется. А это энергия, сила, время врача. Если у нас их не хватает, если у нас на приём 15 минут, какой скенер может быть? Там надо только разобраться. В этом сложность. Мы когда работали с тремя ожоговыми отделениями, вот Ростовским, в Саратове, и Институт скорой помощи имени Джанилидзе в Петербурге, мы там опробировали этот прибор, по регенерации, по снятию боли, кожа на 20-30% по времени быстрее регенерирует. У нас масса доказательств, фотоснимков, понимаете? Но хирурги, они занимаются хирургией. А кто должен заниматься этой проблемой? Ну, как вам сказать, медики, которых ещё нет. Или медики-физиотерапевты, у которых старые испытанные приборы, прилепил электроды, включил, ну, и отдыхаешь. А здесь постоянный контакт с пациентом, потому что скена и тот, кто с ними работает, ему нужно смотреть на реакцию, на реакцию кожи, на реакцию пациента. И тогда будет эффект. Спасибо за интересный разговор. На этом наш эфир завершён. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...